Ну все же читали это место, знаете. А Христос говорит, ему вопрос задает, кто из вас, имея оголцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Поэтому, говорит, протяни руку твою больному, он протянул и стала она здорова, как и старая. Это вот на эту тему проповедь сказать очень непросто, потому что вообще ничего нет. Был и выздоровел, я смотрю, блаженную фитиласку, что вообще толкований никаких нет. Но это реальный факт, это не притча, требующая толкования. Они говорят, рука была сухая и не могла творить милостыню. И в целюхе теперь добрано все, ну буквально две строчки. Я просил и просил у Господа, как это в то время-то выглядело. В каждое слово пытаясь уникнуть, не дается. И потом открывается, если имеется одну овцу. Значит, крайний случай. А под этой овцой-то имеется в виду не баран, а моя душа. И тогда только я вспомнил Иоанна за того, что он говорит, ты все присваивай себе. Да, он умер за весь мир. Вот ази, который берет на тебя грех мира, Иоанн говорит. Который мой грех берет. Это за мир, да, но он умер за меня. Я, та самая одна овца, ради которой он с неба сошел. Я, та самая заблудшая овца, ради которой он пошел на крест. Одно овцу. Он всю вселенную оценил дешевле, чем мою душу. Да могу ли я делать то, что ему не угодно? Могу ли я огорчать моего Господа? Вот смысл-то еще какой. Все звания, какие люди получают на земле, трудятся, они очень трудно даются. Человек говорит, я кандидат, другой доктор, до всех должностей губернатора или президента. Это все не просто. Это тщательно надо было изучать свою науку. Не засыпать ночей. Знать все, что до тебя сделали открыли. Сказать свое новое слово. И все это кончится. И не вспомянется. И лауреаты Нобелевской премии умирают. И чемпионы мира умирают. А праведник жив во веки. Это та самая овца, ради которой он сошел. И вытащил ее. Рисует на уступе скалы, а Господь говорит в яму. Господь мог бы не нарушать здесь субботу. Но нарушения-то никакого не было. Но он знал, какая будет их реакция. Вот это нестандартный подход Христа к закону, который он же дал. Вот сегодня просто требуется какая-то корректировка правилам, канонам, соборным. Нельзя молиться в веретики. В твой веретики. Вот приходят к нам люди. У меня разные люди бывают. Однажды пришел ко мне, сейчас он у них уже не епископ, старообрядческий Новосибирский. Я принял его как ангела. Он за стол не садится, не та икона, не на том нарисованная. Я сразу вытащил железную икону, там медную, притащил, перед ним поставил. А вот еще что-то он, опять, за стол не садится, а показать, что верите, исповедуй меня, я в верите, пока есть. Ничего нигде нет. И пришлось сказать, какие слова, будет гонение, я говорю, мои лоханки, будешь сидеть и будешь сидеть. Он сразу смирился, говорит, деваться некуда, придется поесть. Так мы должны реально смотреть, что есть ересь. Это очень интересный момент. Это как жупелом люди пугают, ты еретик, а то, а ты сам такой же, все разошлись. А ты докажи и покажи. Ты не забывай, что еретики-то, а они объявляться должны еретиками на соборном уровне, а не просто ты решился. Вот это только уменизм. Молиться нельзя. Ну нельзя, и что дальше? Ну и сидишь ты один. Я эти правила знал, три года им отдал с соборным постановлением. И ходил по еретикам. Ходил им и молился, но я не вместе молился. Не на одну их молитву, где они не прославляют, как Бога Творца во Святой Троице, я аминь не сказал. А когда к таким попали, попали к таким. Мы сказали, вы троицу не признаете, нам молиться нельзя. Мы вышли в коридор, отвернулись в другую сторону, помолились, прочитали молитву достойно и прочее. Ну и что? Да ничего. Оттуда пришли люди, стали православными, стали священниками. Канон гласит обращать их к ротостью. И Господь сошел к погибшим. А потом к самарянам пойдет. И самарянский город еще обратится. Как Господь поступал необычно. Вот читаем Иоанна 4.9. Самарянка это знала. И говорит, иудеи с самарянами не сообщаются. Твердо это знали. Она не видела, какой будет результат. Весь город Тихарь, Затаул, говорит, как корабли поплыл к нему. И он у них был. А если бы он твердо, Господь поступал, как парисей, на самаряне. Да пошли ты, разговаривать с тобой буду. Чего ты тут стоишь? Нет. Заговорила божественность и увидел деличие ее души. Ее звать было Светлана, Патина. Так история сохранила. И какие у ней богатые вопросы. Она не стала говорить о посторонних вещах. Какая нация больше? Кому приоритет отдать? А одно, где молиться? Ваши говорят тут. А наши священники учат, что на горе горе зим. И она думала, что еврей, конечно, склонится к себе. Только у нас, только два пальца. А если три, ты погиб. А Господь говорит, ни два, ни три пальца. По-нашему перевести. А где? Во всяком народе приятен ему. Имеющий страх Божий. Молящийся, верующий ему. Ответ совершенно неожиданный. А ученикам понравился ответ. Да нет. Да ведь у ней-то тоже свой статус был в своем народе. Она была прилежная прихожанка в Самарянский храм. Но они верили так. Смесь религии еврейской со своими языческими. Как считаем в 4 книге Старства, 17 глава. Иисус новин, 23 глава, 7 стих. Прямое повеление. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами. У фарисеев было очень твердое обоснование не сообщаться. Прямое повеление дается. А они поняли это буквально и незначно. А чтобы не сообщаться, находились ревнители, которые шли на поклонение. А надо было по прямой дороге пройти, допустим, 5 километров. А в обход 15 они в обход в Самаре обходили, чтобы только ноги своими запоганить. У нас в Барнауле мне рассказывают, у них был старичок. Тот же из-за страха Божьего к старой бяткам ходил. Он в трамвай не садился, скамейки все оскверненные. А ему кто-то сказал, я, говорит, иду по трамвайным путям. Он говорит, так они едут-то над трамвайными путями, а энергия-то все равно попадает туда. С тех пор он не стал ходить по трамвайным путям, а только между путями стал ходить. Как будто смешно, но этот страх Божий-то человека приводит в богопознание. У него страх Божий. И нельзя смотреть с пренебрежением на тех, которые свои чашки и ложки не признают. Если в этом все спасение полагает, учение Христа не принимает, вот это опасно. А это его сохраняет. У нас в семье это все соблюдалось. Это страх Божий привел к Евангелию. Третья книга, царств, 7-12. Рок Илья был послан к женщине, царе Пасидонского. И у нее из всего в капте была гость муки. Да сообщать это нельзя. Нельзя. Я знаю. Так она текла своими языческими руками в языческой каске, языческую муку на языческой сковородке. А пророк Илья один из самых строгих. Пророк Илья. Что ж ты делаешь? А что я сдолгу помирать? Ну евреи же есть. Ни одной не нашлось еврейки с чистыми руками, с чистой сковородкой, которая с чистой мукой бы была послана ему навстречу. Да жили. Да вот сегодня Господь, если явится, не будет ли вот то же самое с нами-то? А подумать-то есть о чем. Вот этот нестандартный подход выводит на большие высоты. Четвертое, старт, пять, двадцать семь. Об устрелении Неймана прокаженных в Израиле было много. Сегодня насчитывается миллионы. Тогда их еще больше было. И вы знаете, как Гиезий взял подарок, обманул порока Елисея, а Елисей сказал ему. И вот пусть проказание Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему наверх. Так и захочешься. Да разве это эквивалент? Ну взял. Но он вернул их назад. Пусть, говорит, к воровству причтите. Своровал в пять раз больше. Но проказа и вышел белый. Ну ладно я. Но дети все прокаженные. Внуки прокаженные. Какие они гневливые все-таки были. Вправо ты? Пусть может осудить их. Но написано, до ревности Господь любит дух живущий в нас. Это оставленный пример. Если мы корыстолюбствуем, уже покрыты проказы. И дети это видят. Живут только для своей выгоды. Своя выгода. Эта проказа переходит в нас. Ты услышал ребенок, который неправильно поступает? Тебе сказали, сделай тщательное расслеживание. Встань с ним на колени. А я его отодрал. Молодец. Посолу Божию поступил. Но ты не забывай, что это нужно делать посолу Божию. С молитвой. Все годы меня осуждали, что у меня существует в детском лагере наказание. Нынче приезжают из разных лагерей, и я спрашиваю, а как там христианский лагерь? Я говорю, у вас тут наказания нет. Есть. А когда нынче ввели? Пришли к этому же самому результату. А ребенок ничего не понимает. Я говорю к тому, что нестандартный подход иногда бывает единственно правильный. Евангелие от Луки, 4 глава, 26 стих. И никому из них, Христос говорит, не был послом Илья. Никому. Вот если бы сегодня Илья, пророк, был здесь, кому бы он был послом? Приняли бы его или нет? И сказали бы, он придет сегодняшний день. Я бы, наверное, на занятия не пошел. Залез на голубя, а меня оттуда бы в бинокль рассматривал. Побежал бы куда-то, а вы бы тут просили, думай, достаньте от меня, я пророка жду. У Илью-то я бы себя обязательно бы завел. А он каждый день приходит в лице моего брата, близкого, новосева, того, кто меня обличает. Он приходит. Если хотите, говорит, пророк, я пришел уже. Даже в лице Иоанна. Евангелие от Макфея, 7, 27, подтверждает ту же мысль. Лука, 6, 49. Что если человек строит не на прочном основании, то разрушение дома будет великое падение. Я хочу сказать, слово падение имеет глубокий смысл. Если упадет овца в яму. Мне это ведь важно. Я верю в силу Божию, что он может спасти. А я-то в яме или нет. А в яму сколько раз можно упасть в жизни. И сколько раз можно вылезти. А ученики задавали вопрос. Если брат просит столько, да да столько, значит брат тот падает столько раз. А это могу быть и я. От 70 до 70 раз. И каждый раз он домой будет, Христос, спускаться в яму. Посмотрим. Христос Соломона, 4, 6. Есть люди, которые не заснут, если не сделают зло, если не доведут кого-нибудь до падения. Тревога. Дети уходят из дома. Сделайте когда-нибудь им анализ. Скажите, с кем встречался? А тот раб был? А что ты ему дал доброго, чего у него нет? Чему ты научился? С чем он приходит? Багаж их проверяйте. Я был в семье одного верующего, глубоко верующего. Глубоко богобоязненного. Заходит юноша в годах. С сумкой. Пап, благослови. Бог благослови. Ну как принято, вот старообрядка. И он походит. Я говорю, а ты знаешь, что благословил? Верни-ка его назад. Давай его проверим. У него сумка мне не понравилась. Он возвратил его. Сынок, открой сумку. Он открывает. Она полная бутылками вина. Ты понимаешь, что он благословился? Вскоре его посадят за вродство. Верующий в семье сына. Вы на что благословляете? Бог благословит. И отмахнуть-то нет. Ты дай ему накат. Господь благословит на доброе дело. А ты выйдешь сейчас, помни. Смотри, сынок, не позорь наше звание христианина. Мы живем в христианской общине. В христианской деревне. За нами внимательно следят люди неверующие. А ваши дети попадают в город. Как они себя ведут? А в школах? В соседней деревне где встречают? Приезжают в лагерь дети. И неверующие совсем. Ваши дети сразу с ними соединяются. Нынче вижу, что уже не все. Бог услышал, думаю, мою молитву. Уже встречаются такие, которые на контакт с худшими себя не идут. Уже отстраняются. Притча 17, 19. Кто любит ссоры, тот любит падение. Сколько раз ссоры взвязался? Вот сколько раз ты пал в яму, вниз головой упал? Где бы же ни сказали. Чуть только заметил, что они про тебя говорят. Уже сразу схвастка идет. Ты со священником, с кем угодно. Ты из ямы не вылазишь, дорогой. Сказали. Услышал. Да что ж на варе шапка-то все время горит? Ты сотвори молитву и скажи. Благословен Господь, меня он обижает. Я не обижаюсь. Благодарю тебя, мой Господь. Дай мне ревностно искать тех, кто облечит меня. Притча 18, 13. Перед падением возносится сердце человека. Вот еще в яму не упал, а уже начинает возноситься, гордиться. А что ты меня учишь? Я сам знаю. У меня отец-мать есть, меня научат. Перед падением возносится сердце. Соломон нам подсказывает, чтобы не оказаться павшей об той, за которой Господь, я скажу, не всегда будет спускаться. Это нам только кажется. И будете звать, и не услышу, говорит он, потому что я звал, и вы не отвечали. Неоднократно написано. И они вопили, но ответа не было. Они скакали, кололи себя кофе, микроб вела, и не было ответа. Так это вала у жрецы. И у Господа точно так же. Вы запиете ко мне, но я далеко буду от вас говорить, Господь. Я моего голоса не услышу. Поэтому сегодня время благоприятное. Пророк Осия 14, 5. Я уврачу их от падения твоего. Если ты искренне раскаешься, сознаешься в этом падении, не будешь искать лживых оправданий, подставлять гнилые подпорки. Но я бы так не сделал, если бы он не так. Ну, да не я виноват, ты мне жену дал, Господи. Не женился, этого бы не было. Но ведь у Бога много обители. И для женатых, и не женатых. И будут только те, которые заходы Божьи исполняют. Евангелие от Ути 2, 34. Откуда эти падения бывают? Сказано, сей младенец вегленских геслях лежит на падении и на восстание многих. Многие падут через Писание, неправильно понимая его. Не покоряясь святоотечественному толкованию, канонам соборов. Это все падшие будут. Все, кто идут против Слова Божия, которые не покоряются истинным священникам, падшие. Не определяйте сегодня, где благодать или нет, где есть священство. Я ни одного слова, чтобы не хотел слышать. А он, да он имеет священство. Священник пусть заботится. Съезди к священнику, скажи. Не отнимай благодать от целого общества. Сегодня очень быстро определяют. А у них не так. У них благодати нет, они и ретики. У них священство есть. Священство и истина от апостольских времен. Все. Я говорю не только о православных. Судей 1.24. Иуда 1.24. Могущему спасти вас от падения, слава, чести и величия. Кому? К Господу. Поэтому сегодня я встаю. А может быть я еще и не встал. Я иду, а может быть давно упал. Внешне часто не отражает внутреннее. Господи, сохрани меня от падения. Римеом 11.11. Иногда падение чьего-то бывает нам в помощь и даже в радость. Вот задай такой вопрос. Скажи, а разве это может быть? Павел говорит так. Их падение, юрея, спасение язычникам. И то, что они сейчас не обращаются, грабят народ, все еще открыта дверь для язычников. Вот в этом может быть как раз и есть файл, прямо так говорит. И нарушено было какое-то правило по их понятиям субботу. Слово суббота в Библии встречается 167 раз. А храните субботу, прямое повеление, 11 раз. Не храните субботу, нигде нет. И о чем бы Господь ни говорил, кто будет на небе, перечисляется и тот, кто хранит мою субботу. Суббота это Господнее повеление. Хранить воскресенье нет такого повеления. Суббота так и осталось. Но суббота-то она образно указывала на воскресенье. Ты постишься. Ты хочешь знать какой пост? И далее перечисляется. И счастливе добрых дел, кто хранит неоскверненные субботу. Хранить субботу надо. Никогда не работайте в день воскресный. Хорошо работать. Шесть дней хватит. Очень много. И молитесь за тех, кто работает рядом, кто вблизи христиане, чтобы он успел вложиться шесть дней. И будешь исцелен, и он исцелен. Слово исцелен в Библии встречается сто тридцать восемь раз. И чтобы узнать людей, как Господь исцеляет, надо их знать, прочитать. А что исцелен в субботу пять раз. И все пять раз, когда Господь исцелял людей. Евангелисты Иоанн 7,23 говорили. Если в субботу человек принимает обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, наменяли и негодуете за то, что я всего человека исцелил. Выходит, обрезание, крещение сегодня, понимаете, а как к исцелению относятся. Вопрос-то очень сложный. Восьмой день. А восьмой день попадается на субботу. И евреи нарушали постоянно. И этого не замечали. А Христос говорит, они нарушали или нет? А как нарушали? Ну обрезание было. Ну какая же там работа ножиком один раз провести? Как-как-как. А вода нужна была горячую обмывать? Ну да. А воду горячую надо было греть? Ну а как? А дрова надо было? Надо. А могли быть и наколотые дрова. Значит, вот и дрова кололи. Опустили голову. В самом деле. Священники нарушают. И очень часто в храме ради обрезания. И для чего? Чтобы человек был здрав. А какое здоровье? Отрезание кожицы у ребенка означало отвержение греховного мира, языческого и прочее. А я всего человека исцелил. Те же самые слова, которые они читали, учили, как они по-другому выглядят. Писание-то исследовать надо. Прича Соломона 22-24. Не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком, с пыльчивым. А вот и стандартный подход. О чем начали сразу говорить. Да как ему тогда быть он спыльчивый? Ты не должен быть спыльчивый. Ты будешь знать с ним, тебе много придержит труда над самим собою. А ты такого знаешь, да, он тебе дорог, да, в нем хорошие качества. Работай с ним, но не дружись. Не дружись с его гневливостью. Ты каждый раз его останавливай. Подсказывай, да, промолчал бы, было бы так. А вот не умолчал, теперь вот смотри, сколько горит уже. Все вокруг пылает. Вторая Маковейская, 6-6. Когда Израиль был принен, то они жалуются Богу и говорят, нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отечественные праздники. Мы настолько счастливы, что трудно даже понять. Никто не работает в воскресенье. Никто. Вот этим наша деревня отличается от других деревьев. Ни на покосе, нигде никого нет. Левит, 19-13. Субботы мои храните, и святилище мое чтите. Когда? Ну, я садялся раз в субботу, а они шли в храм. Поэтому не надо пропускать службу. Иоанн 9-16. Некоторые фалисеи говорили о Христе, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Они не могли мыслить большими категориями. Смотреть, как Господь смотрит на это, не от Бога. Да, если воскресенье, ты узнаешь, что сегодня буря пройдет, и там видно, что дождь идет. И сорвало у человека шлифер. Я первый должен пойти туда и помочь ей. А иначе пропадает у нее все. Я не знаю, откуда этот рассказ есть, что одна странника приняла, а он был весь обошибший. И она первый день Пасхи истопила баню, а это испытал ее Господь и получила награду от Бога. Нужно мыслить нестандартно, но все направлять к этой падшей отце в яме и помочь ее вытащить. Аминь.